Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о фундаменте нашего здорового сада. Не секрет, что от правильного выбора посадочного материала зависит долговечность вашего сада, ваши урожаи и объем работ, с которыми вы потом можете столкнуться. Так как правильно выбрать здоровый, хорошо развитый саженец? Итак, начнем снизу. Все идет от корня. Здоровые корни – это главное условие долголетия, здоровья и хорошего развития любого растения, независимо от того, будь то это яблоня, груша, малина или крыжовник. Итак, у здорового саженца. У здорового, правильно сложенного, стандартного саженца, на семенном подвое должно быть не меньше 2-3, а лучше 4 корней длиной не менее 20-25 сантиметров. Но вы скажете, мы же с линейкой не ходим. В таком случае вам на помощь придет ладошка. В среднем длина ладони человека сантиметров 15. Поэтому вы можете прикинуть, если у вас помещаются полторы-две ладони, длину основных скелетных корней, значит эти корни хорошие. Дальше. У саженца должно быть достаточное количество маленьких обрастающих корешков. Корешки должны быть обязательно светлые. Если корень вы видите черный, вы бы немножко так потерли рукой и увидели, что он темный, темно-коричневый, а не светло-коричневый, светло-желтый, это значит, что с корнями что-то не так. Сомнение может развеять небольшой срез секатором. Мы можем аккуратненько срезать кончик корня и посмотреть. У здорового корня срез получается чистый, светлый, почти белый. Если корешки подморожены или подсушены, цвет меняется на темный, даже темно-коричневый. На корнях не должно быть никаких наростов, это может быть корневой рак, опасное заболевание, которому не место в вашем саду. Не должно быть разрывов, крупных трещин и потертостей. Ведь все эти раны – это открытая ворота для инфекции. Там же может поселиться тот же самый корневой рак или какой-нибудь другой грибок и вызвать отмирание корней. Итак, корневые убедились абсолютно здоровы. Идем дальше. Место прививки. Место прививки – это то место, где соединяется подвой и привой. Когда-то здесь была привита почечка вместе со щитком коры. Из этой почечки вырос вот этот вот стволик, этот побег, из которого в дальнейшем вырастет большое красивое дерево. И от того, насколько правильно срослось, зависит тоже долговечность. В идеале это место должно быть здоровым, без признаков отмирания коры, без повреждений, без трещин, без наплывов или наростов. Да, оно может быть неровным. Но как раз это и подтверждает, что саженец привит правильно. Вот, почечка пошла расти сбоку. Место среза подвоя должно быть гладким. Не должно быть ни пеньков, ни скошенных сильно срезов. Можно увидеть даже, что это место потихонечку зарастает корой. Некоторые считают, что оно должно быть полностью заросшим. И только тогда такой саженец будет считаться хорошим, стандартным. Но это не так. Главное, чтобы вы видели, что пенек зарастает. Срез, то есть срез, зарастает. Нет отмирания. Он должен зарубцеваться полностью в течение двух-трех лет. Поднимаемся выше. Стволик. Кора нашего саженца. У здорового, хорошо развитого, правильно выкормленного саженца, кора должна быть гладкой, ровной, блестящей. Ни в коем случае не тусклой и морщинистой. Если кора собралась в складочки, это первый признак, что саженец пересушен. И ему требуется как минимум серьезная реанимация в ведре с водой. Но еще не гарантия, что он может восстановиться полностью. Подсушенные саженцы мало того, что плохо приживаются, они очень легко подмерзают даже в не очень суровые зимы. Итак, кора должна быть гладкая, блестящая, ровная. Серьезных повреждений на ней быть не должно. То есть ни язв от болезней, ни вырванных сучьев, ни крупных разрезов. Допускаются небольшие потертости, царапинки, которые легко залечиваются садовым варом, либо бальзамом. Почки. Почки должны быть полненькие, типичные для каждого вида, каждого сорта. Они должны быть живые, блестящие, если это яблоня-груша, прижатые. Если это, допустим, орешник, то кругленькие, полные, слегка отстоящие. Или вот цветковые почки, допустим, у вишни и черешни, они довольно крупные, четко выделяющиеся. Ни в коем случае не темные, черные. Это признак того, что, скорее всего, эта почка уже мертвая. Саженец при продаже не должен иметь листьев. Он должен продаваться полностью ошмыганным. Дело в том, что, когда мы выкапываем саженец, перед продажей, не ошмыгав листья, мы ставим его в очень невыгодное положение. Связи корней с землей нет, вода не поступает, а листья испаряют такую необходимую для деревьев влагу. Поэтому саженец должен быть без листьев. Как бы вам ни говорили, что лист ничего страшного. Если же вы все-таки рискнули и купили саженец с листьями, ошмыгайте их, аккуратно обломав, стараясь не повредить почки. Почки. На верхушке у вызревшего саженца всегда заложена крупная ростовая бочка. Если вместо нее вы видите тонкий стебелетчик-побег, это значит, что саженец не успел остановить рост. Он еще вегетирует, а его уже выкопали. Скорее всего, он будет перекормлен. И с покупкой такого саженца следует немножко повременить. Вот это основные признаки здорового, хорошо развитого, вызревшего саженца. Если вы их будете использовать при выборе и выбирать только такие, то деревья гарантированно приживутся и дадут, соответственно, хороший урожай. Процветания вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч!